Приветствую вас, дорогие друзья! В этом небольшом видео вы узнаете о знаках экстрасенсорных способностей. С таким частым вопросом ко мне обращаются, поэтому я решил показать, как это выглядит, исходя из собственной практики. Но для того, чтобы понимать, как выглядят эти знаки, нужно понимать, что же такое экстрасенсорная способность. Мы говорим, что экстрасенсами называют людей, которые имеют экстрасенсорные способности, такие как телекинез, ясновидение, биолокация, то есть обладают некими особыми навыками. И мы сразу же можем задать себе вопрос, а должно ли это быть на руке? Экстрасенсорный дар, кроме того, что он может быть выражен изначально, это то, что можно развивать. То есть у вас может не быть характерных знаков, но если у вас есть к этому интерес, такие знаки могут появиться. Потому что с точки зрения хирологии у нас есть два основных показателя людей, у которых есть предрасположенность к развитию в себе навыков предвидения, либо предчувствования, либо яркой интуиции. Это так называемый водный тип ладони, где представлено огромное количество линий, это первое. Второе, это наличие линии интуиции, которую я сейчас покажу дальше. Второе. Третье, это изогнутая линия головы. Ну, обычно такая развитая, сильно изогнутая, что свидетельствует о том, что человек обладает богатым развитым воображением и склонен считывать информацию с подсознания. Ну, давайте посмотрим некоторые примеры. Значит, что мы здесь видим на руке? Это рука ясновидящей женщины, которая видит органы, вот как она описывает, как рентген. То есть, она видит некоторые проблемы, когда человек идет, проверяет через анализы, то обнаруживается проблема в этих органах. То есть, человек явно вот какими-то такими способностями обладает. Если мы посмотрим, чем может выдаваться рука, ну, визуально сложно ее отнести к чему-то необычному. Да, у нас есть развитые холмы. Кто-то скажет, ну, это вот у большинства людей есть. Развитые холмы – это признак большой энергетики, как в руках, так и в целом признак организаторских задатков. А для того, чтобы лечить, нужно много энергии. Поэтому вот это подпальцовая область – это энергетические такие сгустки. И что самое редкое здесь, на мой взгляд, это тройной треугольник интуиции. Мы говорили, что на руках, в кавычках, денежных – это может быть знаком денег. На руках более утонченных – это признак экстрасенсорных задатков. И мы видим один треугольник, второй, третий. То есть, очень редкий такой показатель. Потом далее. Есть группа вертикальных линий под мизинцем, так называемые линии самаритян. Опять же, кто-то скажет, что это показатель человека бескорыстного, сострадательного, чуткого. Но, исходя из моей системы, это не просто показатель чуткого и сострадательного человека. Это признак неких задатков, которые связаны с предназначением и с потребностью помогать другим. Поэтому мы часто видим эти знаки у врачей, либо те, кто работают с людьми. Поэтому здесь в совокупности, видите, большой потенциал энергии, способности к интуиции и стремление к помощи людям выдало эти показатели. В моей книге «Хиромантия. Линии судьбы» вы можете найти отпечатки некоторых других людей с экстрасенсорными способностями. А дальше я немножко на примере покажу, какие еще есть линии. Значит, распространенный признак предрасположенностью к развитию экстрасенсорных способностей. На уточенных руках, на которых много линий, образуются вот такие кольца. В традиции они описываются как признак, или как кольцо Соломона, признак врожденной мудрости, стремление к психологии, к изучению эзотерики, кольца магов, белого, серого, черного и так далее. То есть, в принципе, описывается как стремление к развитию в себе экстрасенсорных способностей. У кого-то такие признаки изначально заложены и хорошо выражены, кто-то их развивает. Значит, дальше у нас есть линия Исиды. Это редкая линия, которая соединяет холм, нижний холм Луны с холмом Меркурия. Это достаточно редкая линия, но она была представлена в моей книге, и там описывалось некое предвидение и предчувствование человека. Есть более простая линия интуиции, которая присутствует у большинства. То есть, линия идет полукругом в зоне Луны. Луны – это то, что чаще всего встречается на практике у тех людей, которые сообщают, что предчувствуют события. Как мы говорили, важное значение здесь играет изогнутая линия ума. Обычно, если еще на ней образуются острова, люди могут впадать в некие пограничные состояния. Об этом они рассказывают. Есть еще вот такой завиток, который дает возможность углубляться в себя. Это тоже при изогнутой линии головы может сыграть определенную роль в предчувствовании. По традиции, линия связана с гиперчувствительностью, с особым чувствованием. И если у человека при этом очень тонкая рука, тонкая кожа, много линий – это тоже является признаком интуиции. Если мы посмотрим дальше, мы сказали, что кроме линий самаритян, у нас на поясе тоже могут образовываться некие острова. Это признак классический, который связан с ясновидением и описывается в книгах. Мы сказали про пограничные состояния, которые могут быть связаны с островом на линии головы. В классике описывается, что если крест присутствует на мизинце, на верхней фаланге – это признак ясновидения. Ну, один раз всего лишь я с этим сталкивался, и человек сообщил, что он руководствуется картами Тароа, занимается рунами и в целом предчувствует некие события. Есть еще мистический крест, так называемый. По правилам он должен быть не связан с линией судьбы, стоять отдельно между линиями. Это тоже является склонностью к изучениям эзотерики и к неким способностям и возможностям к этому. На этом все. Я привел самые распространенные признаки. Ставьте лайки, смотрите новые видео. Всем пока.